Добрососедские отношения между государствами базируются на уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга, на уважении к законам, которые действуют внутри каждой из стран. К сожалению, действия Венгрии, которая уже откровенно решила пренебрегать законами Украины и ожидает, что украинская власть будет закрывать на это глаза, является откровенным нарушением этих принципов. Об этом пишет в соцсетях вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ивана Климпуш-Ценсадзе. О паспортном скандале и перспективах украинско-венгерских отношений поговорим сегодня с нашим гостем. Это старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Ну вот обсуждаем новый виток обострения украинско-венгерских отношений. А языковой вопрос помним, как бы он еще не исчерпал себя, не закончился. Сейчас видео консульства в Берегово. Это Закарпатье, где консул. Это видео снято на скрытую камеру, то ли телефон, то ли камеру. Где украинцам выдают, ну паспортов не было на видео, гражданство, да, венгерское гражданство Венгрии. Это все с шампанским. Присяга на верность Венгрии, опять же. И ремарка. Не то, что советуют, а говорят открыто скрывать от властей Украины этот факт. Ну вот, как говорится, куда еще дальше, что нам с этим делать, каким образом реагировать, потому что, ну как минимум, наверное, это незаконно. Безусловно, в украинском законодательстве отсутствует возможность иметь два гражданства. Ну и такие действия венгерского консула как раз для того, чтобы не было потом преследований этих граждан, уже новых граждан Венгрии, да, которые получали эти паспорта. Вообще, эта практика действительно существует уже несколько лет. И по разным оценкам Венгрия уже выдала более 100 тысяч паспортов. И эти паспорта местное население, население Закарпатья, как правило, это как раз те люди, которые имеют венгерское происхождение, они их получают, ну там, не с целью, безусловно, чтобы какие-то иметь претензии к украинскому государству, для того, чтобы ездить на работу в Европейский Союз, для того, чтобы решать какие-то там более такие бытовые проблемы. Однако сама Венгрия рассматривает этот механизм как раз для продвижения своих собственных интересов. Еще с 2010 года Виктор Орбан довольно последовательно отстаивает идею сохранения венгерской идентичности, население Венгрии постоянно сокращается. И тут нужно обратить внимание на самую ситуацию как раз в Венгрии. Из-за того, что очень много молодежи уезжает на заработки в Великобританию, в Германию, структура населения очень сильно меняется, падает рождаемость, и в результате появляется недостаток как в рабочей силе. То есть таким образом Венгрия пытается привлечь в страну каких-то этнических венгров из Румынии, Словакии, ну и Украины. Ну знаете, вот здесь о многом приходится говорить. Приходится говорить о таком ползучем сепаратизме со стороны уже Венгрии, если говорить про Украину. У нас есть опыт со стороны Российской Федерации, которая также в свое время решила защищать этнических русских на территории Украины. Вот риторика у Венгрии чем-то похожа на риторику Российской Федерации. Есть много разных таких моментов. Опять же, многие эксперты говорят, что таким образом, вот господин Орбан, о котором вы вспомнили, он работает просто на внутренний электорат, уже готовясь к выборам, поскольку электорат абсолютно удовлетворяет такая политика Венгрии. Опять же, недавнее голосование в Европейском парламенте, где уже запустили процедуры для того, чтобы в конечном результате и в общем запретить Венгрию, условно говоря, голосовать в Европейском парламенте, потому что есть проблемы с европейскими ценностями в этой стране. Имея такого соседа и понимая, что происходит, как мы должны сейчас реагировать, что мы должны делать, имея уже опыт с Российской Федерацией? Да, вы правы. Венгрия действительно пытается и не скрывает этого, наследовать определенные практики Российской Федерации. Сам Виктор Орбан называет Венгрию незабирайной демократией. И во многом он пытается построить, во-первых, экономическую систему. В Венгрии есть алигархи, так называемые. Ну, они не такие большие, как в России, но в то же самое время существуют. Там произошла концентрация владельцев масс-медиа, то есть можно говорить о проблемах со свободой слова. Также Венгрия имеет проблемы как раз с независимостью судов. То есть действительно в данной ситуации говорить о том, что при власти Венгрии находятся дружественные силы, достаточно сложно. И то, что Венгрия делает в Украине. Если посмотреть, то за последние несколько лет значительно увеличилось финансирование различных программ. Эти программы это, например, строительство детских садиков, это строительство венгерских школ, это инфраструктурные проекты. То есть Венгрия сознательно вкладывает довольно большие деньги в инфраструктуру Закарпатья. И таким образом повышает свою популярность среди местного населения. То есть в данной ситуации Украине следует переломить эту тенденцию, больше внимания как раз уделять тому, что происходит в Закарпатье, уделять внимание как раз бытовым вопросам, которые там существуют, строительству дорог, строительству каких-то бойниц, поставкам лекарств. И также Украине необходимо решить транспортную проблему. Достаточно сложно попасть в Закарпатье, существует всего несколько поездов. Сейчас мы говорим наконец-то о том, что будет ездить Hyundai, но еще пока не запустили. И довольно плохое транспортное сообщение по автомобильным дорогам. То есть здесь есть над чем работать и, скажем так, одними словами популярность получить нам не получится. Ну вот по поводу слов. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Клинген, он рассказал ранее украинским СМИ о двух вариантах развития событий. Первый, или венгры его, то есть консула, просто забирают. Это наиболее конструктивный сценарий. Или он поедет в Будапешт сам. То есть будет выслан Украиной по процедуре. И опять же уже министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта, он также заявил, что в случае высылки из Украины венгерского дипломата, Венгрия может выслать украинского консула. Но есть надежда, что этого можно будет избежать. И, наверное, министры об этом поговорят, к чему-то договорятся, потому что наш министр иностранных дел Павел Клинген, он уже проанонсировал, что в Нью-Йорке на Генассамблее ООН он встретится с министром Сиярта и вот именно обговорит этот вопрос. Чего ожидать от этой встречи? Можно ли искать конструктив? Потому что, исходя из этих заявлений, тяжело представить, каким может быть этот конструктив. Похоже на то, что этот скандал уже перерос в такой дипломатический уровень. И те заявления, которые уже сделало венгерское правительство и украинская сторона, они, безусловно, дают мало оснований для оптимизма. И в Венгрии вот как раз этот вопрос, он имеет внутриполитическую повестку отношения с Украиной. Вот это венгерское меньшинство в Украине активно используется правящей партией Виктора Орбана для того, чтобы повышать как раз свои векторальные баллы. Сам Виктор Орбан собирается быть при власти, он заявлял, до 2030 года, то есть ему некуда спешить. И он в данной ситуации видит, что накануне выборов в Украине и президентских, и парламентских уступать ему нет смысла. И, соответственно, он хочет использовать вот эту ситуацию для того, чтобы договариваться затем уже с теми политиками, которые будут избраны в 2019 году. Ну, вот знаете, если говорить о Венгрии, о поведении Венгрии именно в этом вопросе, ведь не только по отношению к Украине она так действует, пограничные эти страны в том же числе и Словения, если я не ошибаюсь. Словакия. Да, да. Двойное гражданство. И тому это очень сильно пресекается. Если говорить про украинское законодательство, там какая формулировка? Она такая, что украинское законодательство не разрешает двойное гражданство, но законом это никаким образом нет ответственности. Да, административное, не регулируется законом. Просто процедура такова, что если у тебя украинское гражданство, ты, условно говоря, получаешь гражданство другой страны, украинское автоматически аннулируется. Но не всегда власти знают о двойном гражданстве. Если говорить о законодательных инициативах, может в этом направлении нам стоит что-то ужесточить и что-то изменить? Как Словакия, да? Безусловно, безусловно. И эта проблема, которая сейчас существует с Закарпатьем, она может актуализироваться и в других регионах. И тут я скажу как раз про перспективу возвращения оккупированных территорий, где Российская Федерация массово сейчас выдает свое гражданство. Ну, в Крыму понятное дело. В том числе есть опасения, что похожая процедура может начаться и на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. То есть в данной ситуации Украине, безусловно, нужно себя безопасить и создать четкую процедуру, которая бы не позволила затем тем обладателям двух паспортов, ну, скажем так, иметь их безнаказанно и таким образом повышать в том числе ценность украинского гражданства для населения вот таких приграничных районов. Знаете, вот еще один аргумент мне очень нравится. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярту, он сказал, что двойное гражданство это обычная практика в ЕС. И, соответственно, украинские возражения указывают на то, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО. Ну, логика такова, что Венгрия, члены Европейского Союза, мы, вы хотите же в ЕС, мы выдаем на самом деле вашим гражданам паспорта ЕС. В чем проблема? Люди становятся еще ближе к Европейскому Союзу. И опять же, это манипуляция, которая свойственна и российской пропаганде, и Российской Федерации. Как тут отвечать? Ну, во-первых, это действительно не практика Европейского Союза, это практика отдельных стран. В некоторых странах можно там и три гражданства иметь, в этом нет проблемы. Проблема в том, что действительно Венгрия манипулирует нашим стремлением вступить в ЕС и в НАТО для того, чтобы давить в дипломатическом процессе. И такое поведение, безусловно, когда используются международные структуры для того, чтобы защищать собственные национальные интересы, является практикой довольно опасной, как для самой Венгрии. И тут нужно не забывать о том, что сама Венгрия, как вы ранее отметили, сейчас проходит такой процесс, и, возможно, будет решена право голосования в Европейском Союзе. То есть, таким образом, говорить о том, что мы не соблюдаем какие-то там нормы Европейского Союза, страны, которая сама находится сейчас в этом довольно сложном процессе. То есть, нужно достаточно осторожно, как и Венгрии, так и Украине, использовать в данном случае международные организации. Какие могут быть последствия для украинцев венгерского происхождения и для тех людей, которые получили эти документы? По видео не было видно, что они получили документы, но процедура предоставления гражданства была зафиксирована. А могут быть какие-то последствия? Ну, пока что не существует санкций. В случае принятия санкций, безусловно, таким образом, можно будет говорить о том, что этих людей будет решать украинского гражданства. То есть, это будет уже действительно большая проблема, потому что пребывание с венгерским паспортом на территории Украины предусматривает лишь три месяца на полгода. То есть, это действительно многих может заставить подумать, гражданство какое все-таки страны не хотят иметь. И если обычное население, которое использует эти паспорта, например, для того, чтобы работать за границей, возможно, не стоит преследовать, то чиновников, которые работают в Закарпатье, в различных администрациях, в различных учреждениях, безусловно, такой факт, он должен быть наказуем. Ну, гражданин другой страны не имеет права быть чиновником в Украине. Вот, и уже завершая наш разговор, но очень важный момент. В случае с Венгрией мы уже, вот в Украине пятый год войны с Российской Федерацией, все начиналось плюс-минус так же. Да, потом Российская Федерация решила защищать права русскоязычного населения, которое живет на территории Украины. Вот, и, соответственно, потом уже все закончилось войной. Потому что каких-то мер мы не предприняли, чего-то не сделали. Можно говорить, что у нас уже есть опыт таких отношений с восточной стороны Украины. И здесь, если речь уже идет об этом конфликте, назовем точно, с Венгрией, наш МИД, как минимум, точно будет поступать по-другому и пресекать вот эти явления. Безусловно. И как раз во время переговоров с Венгрией этот факт часто упоминается о том, что в условиях российской агрессии, в условиях вот этих гибридных инструментов, в том числе предоставления гражданства, Украина больше не будет терпеть подобные действия других стран. И, ну, я бы не называл все-таки эту ситуацию конфликтом. Скорее, это какие-то временные недоразумения, которые необходимо разрешать. Тем не менее, все-таки сама Венгрия сейчас находится на довольно опасном пути. Во время последнего визита Орбана в Москву он заявил о том, что Венгрия должна стать таким мостом между Западом и Востоком. Но не следует Венгрии не забывать, что мост может использоваться не только для торговли, но и для введения боевой техники. Ну, по сути, для некоторых манипуляций, не знаю, как мост или как что-то другое, но Российская Федерация сейчас Венгрию как раз и использует. Спасибо вам за этот разговор, за разъяснение. Зрителям я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. А я, Христина, с вами прощаюсь. Но вы же оставайтесь в ВТВ, потому что здесь найдете информацию о самых важных и интересных событиях, происходящих в Украине.